ГТА 4 ГТА 4 Ладно, как Пигарина сказал, что в Тюдорин насчет сделки Фил ждет меня. Фил, Белл, if the price is right. Мы едем за бабками. Хе-хе-хе. Эй, Фил, волнуешься насчет этой сделки? Мы направляемся в порт Тюдор. Поехали. Дмитрий отдаст покупателю героин, а мы пока заберем деньги. Он позвонит нам, когда товар будет у них. После чего покупатели передадут нам бабки. Проще с простым. Но это же все мы уязвим с поначалу. Кажется, простым и захочется так, чтобы все становится плохо. Но хотя бы мне не придется встречаться с этим пронирой Дмитрия. Да, я видел, когда Джимми Фигарина договорился о сделке. Я больше бы не стал с ним работать, сколько бы он денег мне не принес. Разумный шаг. Я работал с ним, и он подставил меня. Продал меня с потрахами человека, который сам меня разыскивал очень долго. Меня тогда чуть не убили. Деньги толкают на людей странные поступки, не правда ли? Точнее, деньги толкают людей на странные поступки. Приехали. Совсем недалеко. Эй, парни, вы пришли за бабками? Точно. Где они? Когда нам скажут, что с дурью все в порядке, мы вам... Мы отдадим вам бабло. А пока подождите, проезжайте, пока мы вам... Не подадим знак подождите. Нико Беллик, так здорово снова с тобой поработать, а? Не могу сказать, что разделяют энтузиазм по поводу нашего сотрудничества. Ты им передал героин? Я хочу забрать деньги и скорее направиться домой. Знаешь, что я здесь подумал? Зачем нам отдавать героин по такой цене? Не проще ли будет просто убить этих парней и все оставить себе? Кому проще? Какого фига ты делаешь? Мы сфилом у них на территории. Что будет, если они все узнают? На твоем месте я бы пошел и забрал у них деньги, они явно должны быть где-то там. Тогда мы с тобой в обоем накладе не останемся. Удачи, Нико. Проклятый Дмитрий. Он крохнул людей, которые должны были забрать товары. Черт. Ну и дела. Живыми они нас никуда не отпустят. Ладно, если придется устроить бойню, устроим ее ради денег. Набросимся на них прямо сейчас. Проклятый Дмитрий. Он же... Я так подозреваю, что... Это не совсем-то уж и покупатели. Это его люди. Подчиненные его. И он нас заманивает, чтобы они попытались убить Нико. Козел какой, а? Дмитрий. Действительно правильно лучше выбрать концовку месть. На крышу Нико. Посмотрим, сможем ли мы узнать, что творится внутри. Выбирать лучше месть, потому что... На сделке есть шанс, что Дмитрий может снова предать. Он так все время делает. Со многим. Единственное, кого он не предал, это... Радислав Болгарин. Тот самый, который... Помешал мне забрать бриллианты. В восьмой серии. Ой, тихо. Не падай. Скользкая дорога. Дождь идет. Давай, парень, вместе. Эх. Обалдеть, сколько их тут. Их тут гораздо больше, чем на том самом корабле. Хорошо, хотя я с запасой броней и... ...всем остальным. Так, надо перестрелять этих козлов всех. Ооо, проклятие. Вон там еще бегают, заразы. Капец, как их много здесь. Это же жесть вообще просто. Здесь погибнуть несложно совсем. Ну-ка. Может я кого-нибудь отсюда перестреляю? Че, тут там кто-то еще будет? На. Ты че, еще живой, что ли? Ладно, пока больше никого не видно. Но это не означает, что там больше никого не осталось. Тут еще людей полно. Ооо, заспаунились козлы. Так, этот еще жив. Так, это крузовики, на котором они героиню переводят. Выходи, выходи, кому говорю. Блин, их там еще дофига. Я уже думал, это Фил идет, а это один из... А, вот это Фил. Так, там еще козлы-шарицы. Скоты. Ого, как он вовремя спрятался, а? Козел. Черт, там людей-то еще дофига. А, господи, сюда надо. Козел. 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 Мне нужно прикрыть ее, стреляй, если что. Да блин, ну кто еще остался, а? А, 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 а это, это дохлый уже. По-моему, кто-то оттуда стреляет, вам не кажется? Точно. еще один чувак стреляет оттуда пол где деньги денежки то у него дайте догадаться сейчас еще новый заспавнится так этот чувак уходит с бабками надо его догнать ракетницу ракетницу скорее есть один простой способ завершить стреляем из ракетницы и все и денежки не пострадали есть это было очень непросто спасибо тебе огромное возвращаемся обратно в тюдор чертов дмитрий никогда меня еще в такое положение не ставили ему если ты пообщаешься с ним подольше то к этому привыкнешь если бы их предупредили как до того как дмитрий позвонил нам нам бы устроили казнь дмитрий любит устраивать казнь он поставил свою лучшую другу михаила фаустерна ты его убьешь? нет с меня хватит я выхожу из игры если бы я хотел убить его я бы так бы и сделал а не отправился бы на эту сраную сделку теперь у меня есть деньги я пожалуй забуду об этом все ну что ж удачи тебе тогда ууу господи жестокая бойня началась на этом складе конечно проклятый Дмитрий так ну тюдор недалеко совсем мы доедем до него без проблем опа это дом Брайна Джереми одного из второстепенных антагонистов дополнение пропащие обреченные спасибо Нико лучшего партнера в такой ситуации придумать было нельзя я бы предпочел вообще не попадать в подобные ситуации береги себя получай удовольствие от денег да сохраняемся пока что хух жестокая война получилась ну что Роман мы богаты ты договорился с Дмитрием работать вместе это же гениально Нико да но он попытался кинуть меня и чуть не убил но все таки не убил ты выкрутился и забрал с собой деньги мы отметим это на свадебной вечеринке молодец Нико да сегодня ваш смелый день я рад за вас обоих ух снова будет свадьба но итог у этой свадьбы будет еще более ужасный чем в концовке месть так знаете ка чё я бы сейчас бы хотел бы направиться в магазин нет не в цвет за бабки а магазин оружия там бронику взять она понадобится еще мне бронечка нам пригодится без нее никак фууу Пигарина мы снова в деле Нико теперь с Пигарина будут считаться мои деньги у Фила а герои на Дмитрия отлично мои да, я надеюсь вы все довольны удачи там ты парень не промах Береги себя, Нико. Да, только какой вот ценой героин у Дмитрия-то? Героин-то у него, походу, и был всё время. Они собирались передать Ватиму там. Хорошо, всё фигуло. Привет, Кейт. Прости, но я решил поработать с тем парнем. Не знаю, правильно ли это, но я так решил, он опять меня приветствовал. Видишь, Нико, нужно было довериться себе и не слушать его. Неужели деньги для тебя так важны? Каждый пытается выжить по-своему, как умеет. Ты приедешь на свадьбу, Роман? Нет, Нико, я не хочу тебя больше видеть. Да, только из-за этого обижаться сразу. Как-то... Не очень, я бы сказал. Нико, я... Где ты? Я в церкви, у меня свадьба. Я не могу жениться без своего шофёра. Спокойно, Роман, я уже еду. Что ж ты... Не забудь одеться прилично. Это мой главный день в жизни, я хочу, чтобы ты хорошо выглядел. Что ж ты сразу не сказал? Что у тебя свадьба уже сегодня. Ты почему сразу не сказал? Поезжайте в церковь и найдите Романа. Форма уже на мне. Ээээ, та, что нужна для свадьбы, и всё. Можем спокойно идти на свадьбу. Жаль только, что Кейт не пойдёт с нами. Кейт расторгает отношения с Нико, это... Фиговенько. Так, пришло время распустить павлиний хвост. Ты только посмотрел на себя в этом костюме, Нико. Решил перещеколять жениха на свадьбе, что ли? Пойдём поженим меня. Пока всё идёт так же, как и в концовке месть. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Даа, да, мы сделали это. Да, поздравляю. Поздравляю, брат. Спасибо, что пришли. Мы теперь женаты. Да, подарок от Дмитрия Расковой. Дмитрия Расковой. Да Нико, Нико, успокойся, он готов. Он велел мне это бросить, и я бросил. Нико, Нико, вставай, чувак, вставай. О, господи, увези меня, увези. Не переживай, я найду Дмитрия и позвоню тебе. Ладно, ладно. Проклятый Дмитрий Раскалов. Он не унимается, пытается все равно убить Нико. Он убил... А получилось так, что он убил Романа. Подлец, Дмитрий. Роман, брат. Мне так жаль. Так, давайте одежду оденем нормальную. Сейчас я что-то не хочу в этом бомжатском виде идти туда. Одену нормальный костюмчик и... Дмитрию хочется пойти отомстить все-таки. Надо было сразу это делать, а не идти на эту дурацкую сделку. Что за хрень, Нико? Я достану этого засранца. Жди, я тебе позвоню. Найди себе нормальную пушку. У меня пушек дофига. Не волнуйся. Нико, я нашел одного из ребят Джимми Пигарина в доме на колледж-сквер. Походу, после этой сделки Дмитрий снюхался с Пигарина. Думаю, этот парень приведет нас прямо к ним. Подожди, я уже еду. Сделаем это ради Романа. Лады, Нико. Удачи. Так, преступник какой-то. А, Дмит... Че он сказал? Дмитрий снюхался с Пигарина? Понятно теперь, что произошло. Дмитрий подговорил Пигарина на предательство. Пигарина приказал мне пойти на эту сделку, чтобы подставить меня. Чтобы его люди попытались убить меня. И если не получится это сделать на складе, то он сделает это на свадьбе. А он убил Романа. Проклятый Пигарина. Надо обоих убить. Пусть оба получат по заслугам. Оба будут смотреть мне в дуло моего пистолета. Козлы, блин. И Дмитрий, и Пигарина. Оба. Так, Джейкоб ждет здесь. Залицай, Нико. Так, братишка, этот урод сейчас внутри. Я давно у него на хвосте. Думаю, в следующий раз он становится у Пигарина и Дмитрия. Мы проследим и выясним, что они задумали. Спасибо, Джейкоб. Ты хорошо относился к Роману, но он был моим родственником. Ты этого не обязан делать. Роман был моим дружком, понимаешь? Я это делаю ради него. Черт, это чувак, Пигарина, не упускай его из вида. Ой, за нами хвост. Надо избавиться от таких засранцев, пока мы не вернулись к Пигарину. Ай, чертовы люди, они стреляют по нам. Хорошо, хоть колесо не пробили. Всего ты взял, что он вернется к Дмитрию и Пигарину? С какой стати он туда поедет? Дмитрий и Пигарина типа рулили этой сделкой. У них была и дурь, и монеты, так? Так вот, эти чудилы решили, что они типа главнее всех Донов. Таким чувакам в паду, смотри, Макс, я им сяду на хвост. Тому же они не в курсах, что на свадьбе их чувачок не доделал работу. Они думают, что ты труп. Если Дмитрий и Пигарина почувствовали себя такими шишками, зачем они так испереживали, что подослали ко мне киллера? Дмитрий думает, что ты забыл о том, что произошло в доках, но тогда в брокере он тебя продал с потрохами и убил хаус. Я не забыл, просто интересах бизнеса я не дал боли чувства, но подослать ко мне киллера и убить Романа в день его спадьбы, вот этого я никогда не прощу. Точняк, братишка, точняк, я ему тоже срок этого не спущу. А вот действительно интересно, забыл ли он о том, что о том, что продал меня Нику с потрохами, пригазав сначала убить Фаустина, а потом и меня заманил в ловушку. Хочу толкнуть этого гада с дороги, размножить его башкового компаса. Мы ведь не на него злимся, Нику. Это люди, которые работают на них. Нам нужно на них добраться. Да, я понял, верно. Просто хочу, чтобы эти ублюдки на своей шкуре почувствовали, что пилости пережили. Мне тоже душа горит. Но и в какие ворота, что они натворили. Пришли в церковь, мальчиками, или чувака в день его спадьбы. Дмитрий Погорин и это скоро усвоят, когда буду смотреть дулу моего пистолета. Да, только держи себя в руках. Твой разум затуманит. Хочешь думать? Не нужна мне нарихуана, Джейкоб. Ты и сам давай, бросай курить эту травку. Ладно, как скажешь, Нику. Я приехал в город с жаждой мессия. Долгие годы я это чувство испытывал. А оно меня целиком оглотило. Я не могу допустить, чтобы ни со мной, ни с Мэлори, ни с любым другим, кто любил романы. Мы должны найти Дмитрия и Пигарина и положить этому конец. Ух, ё-моё, тихо-тихо-тихо. Чё он творит-то? Видимо, эээ... Блин, а я забыл? Я хотел что-то про Дмитрия сказать. Ты забыл? Надеюсь, что вспомню, пока едем. Чувак, мы уже близко. Тут братва сообщила, что Игорина и Дмитрий где-то на севере Волды. Это хорошая новость. Я уже не знаю, долго ли я так смогу ездить. Я найду их, мы прищучили по-серьезному. Вот так поквитаться за Романа. Роман привез меня в этот город, а я стал его проклятием. Из-за меня его избили, стреляли в него. Дотла дом сожгли его и офис. Его похитили. Я должен был понимать, что разрушаю жизнь близких моих людей. Не думаю, что у тебя был выборник. Роман тебя любил. Несмотря на то, что он хотел быть рядом с тобой. С тобой, с твоего приезда он и делал, что всем рассказывал тебе. Если ты тут не боялся, он сам приехал бы, и вырослый с великом заточен, и взялся на корабль. Роман был таким. Да, я его никогда не забуду. И цель гадам точно не повезло. А, вот что я хотел сказать про Дмитрия. Когда он приказал убить Фаустина, возможно, он солгал о том, что Кенни Петрович пощадит нас обоих, если мы убьем Фаустина. Он, скорее всего, солгал, хотя, с другой стороны, проблем от Петровича никого не получал никогда. И после этого о Кенни Петровиче никакого упоминания не было. Скорее всего, он солгал, чтобы предасть и Михаила и Нику одновремя. Засада! Так, походу, это здесь. Ну и какой у нас план? Я хоть должен с этим сам разобраться, Джейкер. Тут подуре этих чуваков. Это чистое самоубийство. Роман был моим братом, но я никого больше не хочу подбегать и риску. Если хочешь помочь, выясним, как нам отсюда убраться. После того, как эти все люди полягут. Пока, Джейкер. Хорошо. Я что-нибудь придумал. Дмитрий в старом казино. Найдите его. Огонь ракетами! Так, снайперка, снайперка, снайперская скорее. Давай. Интересно, зачем Пигарина решил предать Нику? Это Дмитрий подговорил его, что ли? Зачем он с ним вообще связался? Дмитрий его так же потом предаст, как и всех остальных. Блин, он там сдох или нет? Карабин, давай. Нет, он еще жив. Повсюду Повсюду их люди жарятся. Питаются убить меня. Козлы какие. Повсюду Ух ты, едио мое, тихо-тихо. Как хорошо, что у меня броня сейчас бывает. все под контролем на небо посмотри так там точно еще кто-нибудь есть а мне показалось там кто-то а этот подох отлично ну вылезай где-то там точно там где-то есть а он подох в чем дело мы с тобой теперь партнеры мы вернемся на вершину я усердно не для того трудился чтоб с тобой победителем становиться прощай дмитрий мы должны с тобой с этим закончить стоило мне тебя увидеть как понял что имею дело с ничтожеством сам ты ничтожество твой киллер не убил меня дмитрий а вот это а это тебе за то что со мной натворил такой же козел как и дмитрий пойми 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 нет 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 скорее садись садись он у него ракетница догоните дмитрия да ну конечно же он предал кигорина и предательски устранил его ты пожалеешь что твой киллер убил романа а не меня точно пожалеешь об этом шторм начался когда нибудь тебе в любом случае придется сесть дмитрий надо блин ускориться жаль не могу он сейчас просто улетит в вай сити куда нибудь все нет хотя нет я догоняю его ракеты ракеты осторожно ой 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 он стреляет оттуда жалко я не могу его и стрелка сейчас убить никак не получается от ракеты уворачиваться то легче чем от этих пуль нет 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 оооо повезло так нико нужно достать этого чудилу заходи под вертолет и запрыгивай вы видите под вертолет джейкоба да я стараюсь давай есть иногда он может улететь и без нас давай быстрее он стреляет ракетами оооо нет 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 ооо господи как повезло то а ооо я должен положить конец оборудов ты разобрался с пигарином дмитрий мне облегчил задачу он воткнул ему нож в спину так же как сделал со всеми на моей памяти так главное не врезаться ни в какое здание сейчас ух вертолет терпеть не могу управлять вертолетом надо было грохнуть димитрия еще тогда когда он был если с болгарином там заманил меня на склад или когда роман но он похитил надо было его дождаться пока он приедет он же сказал что он не приехать не успел надо было надо было подождать пока он приедет и надо тогда вы бы его грохнули конечно в игре такого не произошло мы всадим его по каждой пуле за каждого преданного друга и за все я думаю что у тебя не хватит патроны ну по одной патроне в голову хотя бы мы ему и быстрее блин а где он что то не вижу его а вот он на своем маверике летает через мост а куда он полететь то собрался он по-моему кругами летает надо его подстрелить бы как то постараться я постараюсь поближе к нему подлететь чтобы Джейкоб подстрелил его отличный выстрел Джейкоб молодец кажется он подбит у него что еще самонаводящиеся ракеты есть его самонаводящиеся ракеты в меня выстрелил чертова вертолета подбиты и др д нужно его прикончить я должен пойти один у нас дмитрием личные счеты придет время ты рухнишь вниз тебя кто не завалит Пошёл вон. Мешаешь. А вы чё? Стреляете в меня? Обалдели что ли? Ой, а чё полицейские-то его защищают? Я не понимаю. Так, где-то один здесь прячется. Пофигу на них, господи. Ну где ты там? Иди сюда, подлец. Где ты? Стоило мне тебя увидеть, как понял, что имел дело с ничтожеством. Ты это уже говорил. Ты балканский кусок говна. Стой. Дай-ка я тебя хорошенько сейчас подстрелю. Подлец. Добро пожаловать в Америку. Говори без матов. Странный ты человек. Убил лучшего друга. Предал всех, кто когда-либо с тобой общался. Убил моего двоюродного брата. Похоже, ты слишком буквально воспринял правила и выживает наиболее приспособленно. Давай, Нико, уходи оттуда. Пошли. Ну что ты там? Пойдем. Он готов. Роман никогда ничего никому не сделал. Знаю, знаю. Пойдем, чувак, пойдем. Все закончено. Ты победил. Ну что ж, вот такая вот вторая концовка, сделка. У нее итог более такой ужасный роман погибает. А Кейт разглашает с Нико отношения. Эх, вот у Нико и Кейт могло бы все получиться, если бы не ход событий. Она либо погибает, либо расторгает отношения с Нико. Они, ну если расторгают отношения, они помириться, конечно, могут. И потом могло бы у них бы все получиться. Но игра нам этого не показывает, к сожалению. Что ж, какую концовку убирать? Это вы сами убираете. С другой стороны, большинству игроков романа жалко больше, чем Кейт. В зависимости от концовки, погибает или он, или она. Ну, с другой стороны, как-то самое вкусное в сделке остается напоследок. То есть убийство этого Дмитрия. Он же все-таки главным антагонистом является этой игре. Ну, так вот, короче, получается. Ну что ж, мы прошли с вами вторую концовку. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Следующие два сезона по GTA IV будут по дополнениям пропащи обреченные и баллада Агей Тони. Начнем, наверное, с баллады Агей Тони. С вас на реку за подписываться. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok